Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях молодой юный спортсмен из селения Османерт Аюб Матаев, который занимается вот уже три года боевым самбо. Если говорить вообще о спорте, мы знаем, что Хасарютовский район является, можно сказать, от кузницы и вообще спортивного мастерства. Здесь у нас в районе проживают более десятка чемпионов мира по Киуксинкаеву, по вольной борьбе. Боям без правил очень много. Они живут на Огодли, живут в Амантюрте, живут и в других селах, в том числе и в Османюрте. Сегодня мы поговорим о Аюбе Матаеве, который стал уже в юном возрасте, становился и чемпионом СКФО, и занимал призовые места в республиканских международных чемпионатах. Аюб, вот первый вопрос такой. Первый бой твой, серьезный бой, где ты занял первое место, это где он проходил и как отборолся? Это было в Шелковском, в Чечне. Было легко занято первое место. Трудно. Не надо было бороться. Вот кто был твоим соперником в финале? Боец с какой командой? Он боец в Чечне был тоже. Да? Чеченец был. Тяжело было? Да, тяжело было. Легко было. Аюб, мы знаем, что в вольной борьбе, например, надо ложить на лопатку, ложат. В целом самбо надо держать, да? Ложил, держат. А вот есть там боевое самбо. Там какие правила? В боевых самбо бывают разные правила. Младших партий дают петь. Бывает шлем. У взрослых шлема не бывает. За удар балдают в 16-17 лет которые. Это как в боксе, как в киоксинька. Бьют? Да, да, да. Бить тоже можно. А спартеря нельзя. А вот последние соревнования в Кисловодске, они что за соревнования были? Это по боевым самбо было. Боевое самбо, да? Да, да. Сейх комбат версия у меня такая. Ну так боевое самбо называют. Это средний возраст, 18 лет и младшие бывают. У них разные версии называются. Все их комбат, микс комбат, так разные. Там я знаю, ты занял второе место. Здесь кто был твоим соперником? Он тоже был из Чечни. Боевый из Чечни, да? Тренируешься у кого? Ахмедов Адам. Ахмедов Адам. В селе Осмонюте он живет. И тренирует ребят Осмонюте. Сам спортзал там? Да, да, Осмонюте спортзал. Ну вот сейчас, в данное время, готовишься к каким соревнованиям и где они состоятся? В ближайшее время я имею в виду. Должны быть в Москве, что ли, вот так? Ну что ж, нам остается пожелать Аюбу успехов в дальнейшей его спортивной карьере. И поблагодарить за то, что он зашел к нам. Ну, а вам, уважаемые телезрители, я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях был Аюб Матаев, спортсмен из селения Осмонюрт по боевому самбо.